Разные испытания могут быть в судьбе. Самое важное призвание на земле быть врачом. Строки этой песни в полной мере подтвердились реалиями времени. Пандемия выявила настоящих героев. Ими оказались врачи, медсестры, санитарки и все те, кто стоял и стоит, пользуясь военным языком, на передовой борьбы с коронавирусом. Накануне профессионального праздника, дня медработника, состоялось торжественное награждение сотрудников лечебных учреждений округа. К правительственным, государственным, это ордена, называть я их пока не буду, представлены все, кто работал в инфекционных отделениях и рядом с ними. То есть это служба к этой диагностике. То есть те, на кого свалилась львиная доля. К областным наградам, которые тоже очень высокие, это награды нашего губернатора, нашего министра, представлены сотрудники амбулаторно-поликлинической службы. Также не только врачи, но сестры, санитарки, водители. То есть все, кто вот эти вот жуткие три месяца не разгибался, не досыпал, болел, восстанавливался и снова шел работать. И городским наградам представлены тоже медики, врачи, сестры, санитарки, работники общего профиля, это экономисты, бухгалтера, которые тоже практически не знали, что такое выходные дни. Нужно было корректировать выплаты, сводить планы, работать, обеспечивать жизнедеятельность лечебного учреждения. Это колоссальный труд, поэтому как бы людей второго сорта в медицине нет. Все они первого сорта, я бы сказал, даже высшего. Все заслуживают очень высоких наград. Могу сказать только слова благодарности, потому что, ну, сложная профессия, они выбрали такой тернистый путь, помогать людям, лечить людей. Что самое главное у человека, это, конечно, здоровье. Они нам в этом, конечно, искренне помогают. Наши воскресенские врачи первые, одни из первых в Московской области приняли на себя удар в этой страшной болезни, скажем так. Я думаю, что мы справились достаточно хорошо. На сегодняшний день у нас рост заболеваемости снижается с каждым днем, все меньше и меньше. И это благодаря, конечно, работе профессиональной наших врачей. Искандер Байтуганов в числе награжденных. Он получил медаль от Московской областной думы. Он работает терапевтом в пятой поликлинике поселка имени Цурупы. Во время пандемии здесь, в отделении сестринского ухода, была подавлена вспышка заболеваемости. Местные врачи смогли спасти более 20 пожилых пациентов. Это не считая тех, кто переносил болезнь на дому. У нас в поселке очень много вирусной пневмонии. Они все лечатся на дому. Потому что сейчас, слава богу, большинство выписались, улучшения. На войне всегда есть погибшие. И, к сожалению, в Воскресенске во время борьбы с новой инфекцией не обошлось без жертв. Как пациентов, так и медработников. В конце мероприятия память коллег почтили минуты молчания. Это Ирочка Отраднова, медсестра терапевтического отделения, которая по первому призыву пришла на работу в инфекцию, заразилась, но было тяжелое сопутствующее заболевание. У нее была стремительная пневмония, стремительный сепсис. Мы спасти ее не смогли. Григорий Борисович Карасев, анестезиолог, мой друг. Он заразился не в инфекционном отделении, а когда в терапевтическое отделение попал тяжелый пациент, у которого впоследствии был выявлен коронавирус, Григорий Борисович его реанимировал в терапевтическом отделении, заразился, развилась жуткая стремительная пневмония. Мы делали все, чтобы его спасти, включая аппараты оксигенации крови. Но все было безрезультатно. К сожалению, Гриша погиб. Муравлев Виктор Сергеевич, врач-узист, выполнял УЗИ пациентов в первой больнице. То же самое, без установленного в тот момент диагноза ковид. Никто этого не знал. И Юрьева Наташа до последнего дня пыталась спасать людей. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.